Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем, ничего нового. И сегодня я снимаю видео по вашим очень многочисленным просьбам. Обзоры на косметику МОДИ или МОДИ. И прикол этой косметики в том, что она мега супер демократичная. Чтобы вы понимали, зачитаю вам прайс. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Тринадцать позиций у меня получились на сумму меньше двух тысяч рублей. Я лично буду безумно счастлива, если супер демократичная косметика окажется по факту хорошей. Не хочу долго тянуть, поэтому просто подписывайся на мой канал, тык, включай себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. И мы начинаем. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Так, давайте посмотрим, что у меня в этом пакете-то лежит. Конечно же, макияж я буду начинать с базы. Эта база называется Perfect Cover. Она белого цвета, очень сильно, кстати говоря, похожа на самый обычный крем. Запах она не имеет от слова вообще. Вы знаете, эта база очень странная. Она не дает какого-то интересного эффекта, то есть я не вижу, чтобы мои поры были сглажены, чтобы на моей коже появился эффект так называемого блюра. Ну да, она, знаете, реально похожа, как я с самого начала сказала, на какой-то крем. Причем я не могу сказать, что этот крем мне нравится, потому что он достаточно липкий и, ну, такие неприятные ощущения, в общем, на коже. Тон. Сразу хочу отметить, что мне очень не был понятен подбор оттенков, в том плане, что их вроде как было 4, но при этом все эти 4 оттенка, они люто странные и люто странные, а не тем, что они все один похожи на другой. Поэтому я просто-напросто взяла первый оттенок, потому что я, правда, не заметила разницы между остальными. По крайней мере, когда я делала сводч, разницы не было. А-а-а! Так, стоп-стоп-стоп, подождите. Для начала мы должны взять бриллиант. Бриллианты это важно, женщины любят бриллианты, по крайней мере, так говорят, я слышала, вы любите бриллианты? Короче, это вот такой вот спонжик, они были представлены также в нескольких цветах. Я выбрала сиреневый, просто потому что по дизайну мне он понравился больше всего. Сейчас я пойду намочу спонж, вернусь к вам, и будем наносить его в коллаборации с тональным кремом. Я вернулась, помыла спонж, кстати, забыла вам сказать, что у меня тут, оказывается, есть еще один, но с ним некоторые вопросы, потому что, ну, в общем, смотрите сами поближе. Блин, знаете, что меня очень сильно смущает? Я открыла сейчас упаковку, и здесь какой-то конденсат, вы же видите, внутри. Вы знаете, я прям держу сейчас вот эту штуку, и она вся реально мокрая, точнее, не мокрая, она влажная. Пожалуй, я не буду это использовать, потому что, если честно, мне кажется, там какой-то адский грибок внутри и все такое прочее. Ну, то есть, меня эта штука пугает. Я надеюсь, вы меня поймете и простите, но она реально мокрая. Хотела сделать эпично, получилось феерически тупо. Мне уже не терпится просто нанести все это добро на лицо и посмотреть, что и как работает. На удивление, но мне кажется, тон мне подошел по цвету. Он реально был просто рандомно выбран тупо по цифре номер один, потому что подумала, что, ну, первая, наверное, самая актуальная будет. Ладно, наношу. Спонж безумно удобный. Вот эта форма, она какая-то невероятно крутая. Знаете, чем она мне нравится? Мне нравится то, что здесь вот этот вот острый уголок. Им очень удобно прорабатывать вот эти вот зоны, да? То есть, нос, например, очень классный прорабатывает под глазами. Прям реально суперудобно. Мне этот спонж пока что очень прям понравился. Я нанесла тон. Я, правда, очень сильно удивлена, потому что я не рассчитывала то, что он будет настолько хорош. Я хотела, в общем-то, изначально его раскритиковать. Я думала, что сегодня мы будем много косметики переезжать машиной. Перейдем к бровям. Но предварительно я хочу запудрить все то, что у меня сейчас есть на лице. Поэтому я достаю пудру. Слава говоря, пудра стоила, подождите, 199 рублей. И за 199 рублей вы получаете вот такую вот приблуду. Кстати говоря, в неплохой упаковке. С зеркалом. Это зеркало, на нем защитная пленка. Мне просто лень снимать защитную пленку. Потом сама пудра идет. И внизу идет даже вот такая вот гудка спонжа. Но пудра сходу могу сказать, что уже не так хороша, потому что она как-то адско пылит. И непонятная, короче, пудра. Хорошо. Я предполагаю, что спонж отстойный. Можно его выбросить. Давайте попробуем взять мою кисть и с кисти нанести пудру. Кстати говоря, не забывайте мне писать в комментариях, какую бы вы косметику хотели, чтобы я потом еще в дальнейшем протестировала. Потому что лето началось. Как-то хочется делать что-то новое, пробовать новую косметику. Поэтому напишите, какой еще бренд мне протестировать. Румяна выглядит, кстати говоря, вот так. Было тоже всего 4 оттенка. Ну, я выбрала вот этот. Если вот так вот их брать, они прям пылят хорошо так. В общем, румяна я хочу нанести сегодня четко на яблочке щетчик, чтобы у нас такой немножко эльфийский видон появился. Ой, румяна, слышите, вообще от души просто. Обалдеть, посмотрите. Цвет очень яркий, и он в жизни безумно красивый. Такой прям весенний, такой летний. Да, определись, пожалуйста, между летом и весной. Это все-таки разные времена года. Алло! В общем, классный, мне нравится, короче. Сейчас буду расчесывать брови и рисовать их. Мне очень нравится то, что у этого карандаша вот такая вот скошенная форма. Я надеюсь, что он себя проявит не хуже, чем все остальное. Видите, у него вот эта вот часть на кончике, она прям тоненькая такая, остренькая, но при этом он как будто треугольной формы, и книзу он очень сильно расширяется. И вот этот вот контраст между супер тонкой частью, которой ты хочешь что-то рисовать, и супер широкой, он очень-очень неудобный. Плюс карандаш сам по себе безумно мягкий, то есть нарисовать им какую-то четкую форму, мне кажется, в принципе нереально. Ну и сами смотрите, как просто он растушевывается. То есть одно движение, бац, все, у вас бровей нет. Тени. У меня они вот такие. Смотрите, что я буду делать. Я буду прям пальцем брать тени, вот эти вот персикового цвета, и прям пальцем буду наносить их на мое верхнее веко. По идее, я должна получить какую-то очень такую клевую картинку, но походу я ничего не получу, потому что тени лют какие-то непонятные. Сколько раз я сказала слово люто за это видео? Подождите, я что-то не поняла. Объясните, пожалуйста, как возможно, что в палетке тени персиковые, а на глазах они белые? Что? Подождите, я что-то не поняла. Ну а почему они белые-то, господи, что за бред? Это же чисто хойлайтер. Я жаловалась, что у меня нет хойлайта, вот, пожалуйста, получите, распишитесь, чистый хайлайтер, никакие это не тени, уж персикового, вот, персикового здесь вообще никакого намека нет, че за бредятина. Ладно, я возьму тогда уж эти тени, не преподать же добро, и буду использовать как хойлайтер, раз уж я так сильно его хотела. Вы знаете, я недовольна. Я не люблю, когда меня обманывают. Да, как хайлайтер слабоват. Прям нет, это нельзя использовать как хайлайтер, оно не видно вообще никак на лице. А теперь посмотрите, пожалуйста, поближе, во что превратились эти тени после одного применения. Типа, во-первых, вы видите, как будто это специально обманный маневр, они сверху покрыли персиком, а внутри вон даже видно белые куски. Ну и ж, я молчала об вот этих вот кусках, которые тут везде валяются, какие-то непонятные. Ну и бред. Ладно, давайте попробуем вот эти вот золотые на все век нанесу. Ну они вроде, да, золотые, вроде даже пигмент имеют, сводч, и да, вроде даже сводч золотой, бронзовый. Окей. Шаг номер два. А вот с кистью, кстати, проблема. Если с пальцем оно нанеслось как-то предельно неплохо, то с кистью оно хорошо и не наносится, нифига. Палец. Я поняла, здесь только пальцами. Ручная, так сказать, работа. В целом, кстати говоря, как на нижнее веко легло, мне очень даже нравится. Выглядит прямо очень так. Необычно феечково, как я, в общем-то, и хотела. И, кстати, да, глазам как-то очень неприятно стало. Не шучу, кстати. Блин. Подождите, у меня что, аллергия, что ли, пошла? Да не может быть, нет. У меня аллергия не идет на косметику. Но на глазах люто, странное ощущение. Ааа, опять я сказала слово люто! Сейчас я хочу имя подчеркнуть мой глаз. Вот так вот. Даа. Что тут подчеркиваешь? Ничего не подчеркнешь такими тенями, они вообще пигменты не имеют. Вот, предположим мой глаз, давайте нижнее веко, чтобы было видно. И совершенно ничего. Просто ноль. Тупо ноль. Давайте попробуем воспользуемся вот этим как контурином. Пробую куда-нибудь сюда нанести. Ну да. Как контуринг можно, но нужно ли. Короче, ладно. Палетка тоже уходит давиться под машину. Немножко задолбалась я давить всякую приблуду под машиной. Поэтому хочу взять эту тушь. И чтобы вот она вот прям вот накрасила мои ресницы так, чтобы я осталась довольна. Я хочу быть довольна этой тушью, тушью. Сделаю так, чтобы мне было хорошо. Ну ладно, это не самая плохая тушь из всех, что я пробовала. Хочу вам немного пожаловаться. Посмотрите внимательно на мой этот глаз. Вы видите, сколько здесь грязи? В общем, эта тушь очень-очень долго сохнет. К слову говоря, если вы уже покупали эту косметику, напишите, пожалуйста, также свое мнение в комментариях. Вам она понравилась, не понравилась? Потому что у меня пока, как вы видите, что-то мне прям вообще нравится, а от чего-то я горю. Гори-гори ясно, чтобы не погасло. Да. Нет. Смотрите, что у меня тут есть еще. Вот такая вот баночка с глиттерами. Ладно, мне это удалось. Давайте протестирую на руку сначала. А вот у меня, кстати, появились вопросы. Оно колючее. Оно тупо реально колючее. Оно просто колючее. И, кстати, да, если наносить его прямо вот куда-нибудь сюда, даже и не видно, что что-то с этим происходит, кроме какого-то пилинга. У меня уже праймер подготовлен. Нанесу его сюда. Сейчас я прям на кисть наберу. Потом с кисти буду набирать нынешние слезы и фигарить их под глаза. Не, они прямо вообще люто фиговые. Опять люто! Они, короче, вообще прям ложатся каким-то непонятным слоем. На глазах ощущается совершенно неприятно. Хочется их взять вот так вот прям протушевать, но они вообще нифига не уходят. Они очень колючие. И вот, знаете, как легло, так легло. И живи с этим. Видите, они очень разрозненные. То есть я вроде как набираю полную кисть, но при этом они ложатся не общей картиной, а как будто одна здесь, одна здесь. Это, конечно, не слезы, а просто какие-то две полоски вниз, которые направлены. Но хоть как-то. Тут уже пошел какой-то креатив. Потому что без слез на все это не взглянешь, и я решила, что нужно уж хоть как-то сделать креатив. Знаете, если у вас все получается плохо, просто придумайте какую-то странную фигню, и эта странная фигня будет всех отвлекать от того, что плохо, и люди даже не поймут, что что-то пошло не так. У меня осталось два продукта. Первый продукт – это вот такое вот масло с какими-то непонятными частицами. Мне очень интересно посмотреть, что это вообще такое. Тут есть какой-то кружочек, и он типа вращается. Вы знаете, чем-то похоже на дезодорант. Так, и можно красить таким образом губы. Окей. Кстати говоря, ощущения очень приятные. Прям вообще. Само масло не имеет совершенно никакого вкуса. На губах ощущается просто как, ну реально, как обычное масло. Не совсем понимаю прикол этого продукта, но возможно он как-то будет просто губы спасать от обветривания или что-то в таком роде. Но в целом процедура такая приятная. По крайней мере, такую подачу я еще ни разу не видела, чтобы через какой-то такой шарик все делалось. И на губах это да. Ну прикольно. Прикольно такая фентивеля, короче, для развлечения. По-любому неплохая. Ладно, стираю. И купила вот такой вот блеск для губ. Он выглядит как мороженое. Достается вот такая вот классная штучка маленькая. Очень мило выглядит. Запаха тоже не имеет никакого ни хорошего, ни плохого. Что я, если честно, считаю достаточно весомым плюсом. Особенно, когда мы говорим о демократичной косметике. И пробуем. Это тоже какой-то люто... Это тоже какой-то очень полупрозрачный блеск, который очень странно ощущается на губах. Он не липкий, но такое чувство, что он липкий. Немножко диссонанс в голове из-за этого происходит. Ну, за 99 рублей полупрозрачный блеск небесячего цвета. В принципе, нормальная история. Конечно, вы попьете кофе, попьете чай, у вас его сразу не будет. Это прям 100%. Можем прям протестировать. Кофе, пожалуйста. Как я говорю, все осталось просто здесь. На губах остался какой-то легкий тон. Но еще 2-3 глотка, и его тоже не будет. Короче говоря, тип того. Какой окончательный вердикт я могу сделать? Что ж, я вас всех очень сильно люблю. Покупайте только хорошую косметику. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Тык. Подписывайтесь на мой инстаграм, потому что там каждый день проводится тест косметики. Который вы сами мне просите протестировать. Без рекламы, без смс, без регистрации. Подписывайтесь, короче говоря. Всех люблю еще раз. Всех целую. И всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok